Всем привет, с вами команда Ферумком в лице Дмитрия Луценко и Сергея Шихайлова. И мы записываем спустя почти месяц отдыха наш 15 выпуск влога. Ну как отдыха? Я бы отдыхом это не назвал. Перерыва. Записываем 15 выпуск и начинаем его с нашей постоянной рубрики «Жизнь замечательных людей», а именно «Ферумком». Дима. Начнем мы с того, что наша переделка нашего офиса прекрасного уже по сути завершена. Вы видите у нас на фоне замечательную полку с ящиком. Видите наш прекрасный стол, и вы эти столы уже могли видеть в наших распаковках и даже обзорах, наверное. Обзорах, наверное. Обзорах увидите, потому что уже снято и будет смонтировано. Вот. И, в общем, как-то вот так. Вот этот вот наш сумбурный ремонт, так скажем, наконец-то подошел к концу, и мы теперь будем активно заниматься контентом. Да. И, как я уже и говорил, наконец-то вот эта вот пауза подошла к концу, точнее, не пауза, а втык, потому что что-то выходило, но очень медленно. Тишина на канале. Да. И теперь все опять начнется активно. Так. И, собственно, на эту же тему, продолжая эту тему, мы хотели бы сказать, что в ближайшее время у нас будет видео посвящено, точнее, не офис-туру пока, а будет посвящено тому, как мы все это добро делали. Да. А потом будет офис-тур. И, предположительно, это глубокие такие очень планы на будущее, что, возможно, мы создадим плейлист про наш офис. Первое видео будет про то, как мы это сделали. Третье, сразу третье. Второе видео будет о том, что, собственно, из этого получилось и как мы это используем, потому что пока что мы толком ничего не используем. Как видите, эта чудесная полка у нас вообще голая стоит. Вот. И третье видео, ну это огромные планы, возможно, будет смарт-офис. То есть мы чем-то умным напихаем все вот это вот железо. Железо. С умными людьми. Да, это уже дан. Вот. И вот это дерево. Да, 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 да. И, возможно, мы этот плейлист оставим. Если чего-то в будущем будет меняться, то мы об этом тоже будем снимать. Видосики. И вот как бы для костяка нашей аудитории. То есть для тех, кто не просто смотрит обзорчики, а для тех, кому... Случайно. Да. А для тех, кто постоянный подписчик и ему интересна жизнь в фирумком, вон такие видео, я думаю, будет смотреть с удовольствием. Так что мы это дело не забросим. Да. Дальше. Дальше у нас Дима скажет очень важную вещь. Да. Дима скажет то, что несмотря на то, что в предыдущем или предпредыдущем флоге, ну, в общем, когда-то недавно мы сказали, что отделения второго канала не будет. Но мы заметили, что у нас слишком много распаковок и они мешают нам выкладывать обзоры, потому что иногда распаковки, например, на Meizu M3 Note, она вроде как и более приоритетная. Ну, это просто пример, но это распаковка, вот. И мы хотели бы как-то немножко очистить канал. Более приоритетная над чем? Приоритетная над каким-то, например, обзором Cubot No UTS, который уже почти готов. Ну, это пример просто. И мы хотели бы сделать так, чтобы на нашем канале были преимущественно обзоры, вот, и там распаковок было меньше, и, возможно, туда будут попадать те же распаковки, например, Meizu Xiaomi и так далее. А для основной массы гаджетов, которые к нам попадают, мы сделаем, скорее всего, отдельные каналы, туда будут попадать распаковки разных китайских планшетов и так далее и тому подобное. Потому что они просто засоряют фид ваш в частности, и это забота в частности о вас. То есть, если, например, вы наш подписчик, и вы принципиально не смотрите наши распаковки, то, как бы, ваш фид в этом плане будет более чистым и избирательным. А если вы смотрите нас всех, вот, все наши видео, то вы спокойно подпишитесь на второй канал, там, скорее всего, будет либо такой же, либо почти такой же логотип, вы, как бы, наши видео пропускать не будете. То есть, для вас это по-любому хуже не будет. И, кстати, так как этот канал у нас будет с большим знаком эксперимента, вы можете закинуть нам какие-то креативные мысли по поводу того, как делать эти распаковки более живыми и интересными для вас. Я думаю, что от этого могут выиграть все, потому что тут у нас нет привязки вообще ни к чему, и мы будем там делать, в принципе, то, что вот есть желание у вас какое-то конкретное, пишите его вот прям вот под этим самым флогом, и мы возьмем это во внимание, и когда во внимание, когда, собственно, второй канал по анбоксингам у нас запустится. Потому что гипергениальных идей, кроме как делать примерно все то же самое, что мы делали до этого, возможно, с каким-то отхождением в сторону, у нас нет. Так что, если есть мысли, валите. Но просьба не валить мысли типа, вот, показывайте работу камеры, или там, как музыка звучит, и так далее. Для этого есть обзор. Да, потому что уже сейчас люди путают наши распаковки с обзорами, потому что мы показываем версию оси, диапазон яркости, углы обзора, показываем экран, да то, да сё, и люди думают, что это и есть полноценный обзор. И многие наши подписчики реально из-за этого в недоумении, они путают эти материалы, и как бы это, я считаю, что это очень плохо, что такая ситуация складывается, этого быть не должно. И, пользуясь моментом, это касательно отделения распаковок в отдельный канал, у нас есть мысль запустить, мысль, это теория, запустить рубрики две. Первая рубрика будет посвящена скидкам, мы это, кстати, уже обсуждали, меня интересует, актуально ли ещё рубрика по скидкам в китайских магазинах. То есть, будете смотреть, не будете смотреть, это вот у нас были скидочки, я помню, на GearBest, на всё, и на Алиэкспрессе, на Xiaomi, там Mi 5, Redmi Note, ещё что-то было, не помню уже. Вот, будете ли вы смотреть такие видосики, это будет видео длиной максимум в 6-7 минут, которые будут посвящены конкретно, вот есть сайт, вот есть ссылка, вот переходите, вот есть купон, если интересно, покупайте. То есть, это нам в карман ничего от этого не капает, это исключительно для подписчиков, которые часто затовариваются в китайшопах. И не против экономики, если и так постоянно там что-то покупают. Да. Второе, это то, что мы думаем запускать или нет, это типа, знаете, как бы это правильно сказать, есть слухи о том, что вот-вот выйдет какой-то гаджет, например, там Xiaomi Mi 6, вот, и о нём есть какая-то... Временно, например, вот так, чтобы точно попасть в точку. Да. Есть какая-то подборка слухов, или с нами, кстати, очень часто связываются китайские вендоры и предоставляют нам рассылку, вот, новостную по поводу грядущих новинок, вот. И будете ли вы смотреть такую рубрику, которая тоже там 5-6 минут, потолок, это, это гипер максимум, я думаю, даже 3-4, где будет расскажено про какую-то новинку, которую вот-вот, вот, прям вот через 2-3 недели должны запустить. Вот, то есть, по сути, что-то очень похожее с новостной рубрикой, откуда мы будем черпать, для которой мы будем черпать инсайдерскую инфу от самих производителей, а я схожу к логопеду. Вот, вот это вот две рубрики, которые мы думаем запустить и пишите, что вы на эту тему думаете. И сейчас я скажу, Димя, напомнить всё-таки ты про вот это, вот, напомню, чтобы я хоть чуть-чуть помолчал. Хорошо. Да. Это отличный показатель того, что народу эта тема интересна, и поэтому в очередной раз напоминаю, что мы можем привезти вам технику под заказ по предоплате из Китая. И мы за это деньги с вас брать не будем. То есть, вы заплатите, по сути, столько же, сколько бы вы заплатили, если бы заказывали самостоятельно. Но без головняка. Да, но вы не будете парить себе мозги, если вдруг, не дай бог, ну, к сожалению, это случается и нередко там не приехало, например, приехало побито и так далее, то весь этот геморрой, он как бы на нас. Вот. А нам какой из этого плюс? А нам из этого плюс, что если вы заказываете какую-то интересную технику, то у нас она попадает на обзор. Да, мы ее бегом обозреваем за неделю, то есть, вы сильно в сроках не потеряете. Не пострадаете, абсолютно. Ну, чуть-чуть пострадаете, но не сильно. И еще один плюс для нас, который мы скрывать не будем, мы показываем магазину, что мы даем трафик, который конвертируется в покупки. То есть, мы этого не скрываем. И последнее, что мы скажем в рубрике «Жизнь.ферум.ком» нам пришло приглашение в качестве гостей. Если я правильно понимаю, то фестиваль будет называться «Видеожара». Это фестиваль ютуб-блогеров. Он будет проходить в районе 23-24-07-16 года в Киеве, в Международном выставочном центре. Там будет огромнейшее сборище различных ютуб-блогеров, не только техно-блогеров. То есть, если вы смотрите «Ферум.ком», например, какую-то телочку, которая правильно рассказывает, как накладывать тушь, помаду или пудру, то вы там встретите не только нас, но и ее, конечно же, тоже. Потому что там будут блогеры из всего СНГ. То есть, и Украина, и Россия, и Беларусь, и Казахстан, и Молдова. Им Молдова обязательно. Вот, то есть, если есть интерес, знайте, что, по сути, через месяц состоится вот такой вот фестиваль в Киеве, и туда будут приезжать гости и с Украины, и с России. То есть, знаете, если вы, например, из Казахстана и мечтаете поехать в Киев на вот такое вот мероприятие, можете быть уверены в том, что вы там будете не единственный казах. Все на этом пока по жизни Firm.com, и мы переходим к следующей нашей прекраснейшей рубрике, которая называется Анонсы. Дмитрий Леонидович, что вы там сняли и вот почти смонтировали, и вот оно вот скоро будет. Начну я с того, что к нам приехал смартфон, распаковку которого вы уже наверняка видели, называется Mazium 3 Note. У меня были наивнейшие надежды походить с ним в качестве основного, вот для того, чтобы обзор получился более полным. Но я не смогу этого сделать, потому что этот прекрасный телефон не видит мой список контактов. Вот, и я не могу никому позвонить из-за этого, потому что номера всех своих друзей, родственников и так далее я наизусть точно не помню, и как бы это очень плохо. Я не знаю, почему так случилось, но исправлять этот косяк у меня времени нет. Я уверен, что уже на форумах есть какие-то инструкции, как через одно место заставить все-таки его видеть в контакте. Потому что на М2 Note была такая же лажа, и я все-таки исправил эту фигню. Вот, но здесь у меня нету на это времени, и мы хотим сделать обзор как можно быстрее. Народ просит, надо работать. Вот. А что еще, кроме Мейза? Еще, кроме него, приехал к нам Лягушарки. Приехал он к нам на прошлой неделе, распаковка тоже уже снята, она уже даже смонтирована. Либо перед этим флогом, либо сразу после него, скорее всего, будет опубликовано. А еще... А еще Дима снял кубот Note S. Наконец-то. Да, вот, и он будет смонтирован скоро. Ну, я уже про это просто заикался, ну ладно. Это усё? Ну, еще мы, скорее всего, сравним вот этого парня с... Не, ну это будет... Давай смотреть про аудиокласса. Или нет? Или это будет скоро? Ну, хорошо, тогда, потому что скоро у нас будет сравнение Mi 4S, Mi 4C или 5, если вы на это намекали. Да. Опыт использования ZOOC Z1, я больше не знаю, на что вы можете намекать. Угу, все. От меня, скорее всего, в ближайшее время будет обзор Asus Zen One Selfie. Это раз. После этого, скорее всего, будет опыт эксплуатации Xiaomi Mi 5. Ииии... Пока дальше сложно строить планы, потому что в теории после этого будет InFocus, который у нас недавно был на анбоксинге. И посмотрите, кстати, вот эти вот все материалы, которые мы озвучили. Вот. А вот дальше точно хрен его знает, потому что к нам едет очень много чего из интернет-магазина Gearbest. Да и покупать мы на Алиэкспрессе, в принципе, тоже кое-чего планировали. Да. Да. Вот. Вот и все. Вот и все анонсы. И дальше у нас пошла рубрика, которая называется «Новости». Дима. Начну я, наверное, с самой длинной новости. Motorola, а точнее Moto, которая уже давным-давно принадлежит компании Lenovo, представила три смартфона серии G. G4, G4 Plus и G4 Play. G4 и G4 Plus, насколько я понимаю, это практически идентичное устройство. У них где тут характеристики, ё-моё. Пяти с половиной дюймовое Full HD дисплей, прикрытое стеклом Gorilla Glass. Внутри у них Snapdragon 617. G оснащен двумя гигабайтами оперативки и 16 встроенной. А плюс 2 гигабайта оперативки. И 16 встроенной, либо 3 гигабайта оперативки и 32 встроенной. Вот. Почему так? Зачем было так сделано? Это просто майндблоуин. Пи-ш! Я не знаю, как можно было так поступить. Отличия также есть в основной камере. Простой Moto G имеет 13-мегапиксельную камеру, а G Plus 16-мегапиксельную. И, насколько я понимаю, это единственное реально полное отличие между этими двумя устройствами. Я так понимаю, что у старшей есть версия с 3-мя гигами, а у младшей то нету? Нету. Ну так а нафига? Можно было сделать просто Moto G, у которого есть две версии. А, ну так. Ну, то есть, ну, немножко идиотизм, но это такое. Это не наше ума дело. Там ребята в Lenovo сидят мудрые, а не знают, что они чудят. Но, во всяком случае, верится в это. Вот, батарейка и там, и там на 3000 мАч. И Android 6.0.1 из коробки, что, в общем-то, хорошо. Едем дальше. G Play. Это третий смартфон. Он меньше. Несмотря на то, что Play, мне кажется, если это игровой смартфон, он должен был бы быть с дисплейчиком побольше. Но поступили наоборот. У него 5-дюймовый 720p дисплей и Snapdragon 410 внутри. 2 гигабайта его звучит, сна отстроена. И есть расширение памяти при помощи microSD-карт. Мусор. Да. Вот. Стоить этот смартфон будет 150 долларов. А те два старших в районе 200 фунтов. Да. За базовую версию. 169 фунтов за G+. Нет, за G. И 199 за G+. Почему? За базовую версию. Да. Почему ребята из ITC не удосужились перевести все в доллары, мне непонятно. Ну ничего, у нас скоро будет свой сайт. И мы там будем писать новости грамотно. И указывать цены в каких-то бангладешских мгуенгах. Да. В израильских шекелях, Сережа. Нет, ну в них кто-то еще может ориентироваться. А вот в мгуенгах, наверное, нет. Дмитрий Леонидович, как вам новые смартфоны от Moto? Бесполезно абсолютно. За такие бабки, но я не знаю за что. 150 долларов за 410 снэп. Древние абсолютно. А как же бренд Moto? Ну и что? Сделано это все равно все на заводах Lenovo. И скорее всего там будет, я не знаю, какие-то жесты классные. Классный помощник, по-моему. Уж помощник был, да, в Мотороле? Да. Ну, так ты же понимаешь английский язык? Ну, я так. Вот. Ну, я же спрашиваю, как тебе? Ну, мне кажется, что это... Вот. Я не знаю, батарейка, может там какая-то супер хитрожопая система сбережения энергии. Или там, блин, я не знаю, карточка инвалидности какая-то, если ты купил себе такой телефон. Бесплатно в метро ездить. Я не бил, вот. Заходи. Короче, ты в восторге. Да, я в восторге. Правильно. Я, как помню, тебе джихи старые тоже очень нравились. Нет, мне... Какой у нас был последний Моторжи? Джи второго поколения. У меня? У нас и первого был, и второго, да. Сейчас загуглим. А ну, Мотор... ХТ тысяч. У меня был третьего поколения. Я тебе хочу сказать, что суммарно телефон был такой... А у меня второго поколения. Первого у нас не было его вообще. Суммарно был такой, в принципе, ничего. Ну, дорого. Но не за эти деньги-то. Потому что по железу там было все очень смешно. Но там за не очень большие мерки по меркам, а бренда, за не очень большие деньги, там была, например, влагозащита, там был хороший экран, там нормально работали, то не жесты, но там был вот этот прикол, что телефон так достает, со стола берешь, оп, он просто, ну, со временем показал. Ну, такие мелкие прикольные плюшки. Этот помощник Google у тебя слушает. Да, кстати, вечно живой. Забавно. Материшься, он тебе... Окей, Google. Он тебе... Аааа! Все. Пошутили, хватит. Moto G. Красавелла. Дальше новость, не знаю, насколько это новость, официальное изображение смартфона появилось по имени OnePlus 3, он же 3, который показывает его сходство фронтальной стороной с предшественником и тыльной стороной с HTC 10. Это хорошо, наверное, для HTC 10, что хоть кто-то на него похож. Вот. Напоминаю... Это хорошо для OnePlus, что у нас наконец-то появится смартфон, похожий на HTC за нормальные деньги. Так вот, напоминаю, что предварительно это устройство получит Qualcomm Snapdragon 810. 20. 820. В теории будет две версии с шестью и с четырьмя гигабайтами ОЗУ. Носитель на 32, я предполагаю, в том числе и на 64 будет. 5 дюймов Full HD экран. Бомба! Камеры на 16 на 8 мегапикселей при цене в 300 бочинских. Это все, конечно, хорошо и весело, но официальные премьеры на момент записи этого видео еще не было, поэтому это все вилами по воде. Но предварительно аппарат будет очень даже not bad, потому что HTC 10 в исполнении OnePlus сзади выглядит очень даже неплохо. Мне нравится. Фронтальная панель. Никакая. Я считаю, что пойдет. Но за такие деньги, такие характеристики, это песня. Я бы взял. И мой опыт использования 1 Plus 2 в принципе положительный. Меня он бесил перенагревом и габаритами. Если это будет 5 дюймовый смартфон, минус одна проблема. И 820 снэп это просто горячий процессор. Это не кипяток. Если то, что нам пообещали сбудется, это будет охрененный телефон. Так что с нетерпением ждем. А вы что думаете? Я по картинкам так смотрю, но вот не верится мне, что он будет 5 дюймовым. Если это официальное изображение, вот чуйка мне подсказывает, что будет опять 5.5. Мне тоже. Вот я не знаю. Ну вот не верится, хоть ты меня убей. Скорее всего потом будет OnePlus Y. И он будет с характеристиками OnePlus 2, но в более компактном корпусе и с другим дизайном. Ну а не дай бог, опять 810 снэп до побачивания. Так им вдруг до ума давили. Мы же давно продали, мы не знаем, как оно работает. 810 снэп тоже далеко не у всех был таким горячим. Чего у тебя там было Nexus? И чего не горячий был? Нормально. Нормально? Нормально. Я в танке на нем шпилил. Нет, с FPS там все в порядке, я понимаю, я с нагревом. Он грелся, он быстрее нагревается, чем Samsung, но не намного больше. Вот S сильно горячая? S? Новые S? Нет. Ну, там в принципе картина где-то такая же. Ну, возможно, это за счет того, что там огромный металлический корпус. И поэтому металлу оно быстро, это тепло расходится. А тут нам обещают металл. Да, 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 да. Ну, будем надеяться, что, короче, все будет офигенно. Ну и последней новостью будет голос боли и печали. Xiaomi анонсировали свою новую камеру под названием Y4K Action Camera. Вот, это продолжение прошлогодней камеры под названием Y4K Action Camera. Она отличается от нее главным образом тем, что наконец-то будет снимать 4K, что простая Y4K неумела. Оснащена камера 12-мегапиксельным сенсором от Sony, объективом с апертурой f2.8 и углом обзора в 155 градусов. Насколько я понимаю, это почти то же самое, что и было в прошлом году, я по цифрам точно не помню. Снимает камера в 4K с частотой кадров 30 фпс. 2.5K тоже самое, 30 кадров в секунду. 1440p 60 кадров в секунду. И Full HD с частотой 120 кадров в секунду. В общем-то, неплохо. В принципе, как для бюджетной камеры, это нормальные показатели. Также, насколько я помню, у нее будет сенсорный дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass. Вот. И стоит эта вся прелесть будет 184 доллара. За эти бабки, я считаю, это перебор. Вот. Камера от китайского производителя, даже с учетом того, что она пишет 4K, она не должна стоить 200 долларов. Потому что она таким образом уходит уже в конкуренты к профессионалам, таким как, например, GoPro. И с ними, я уверен, и даже при всем желании, при всем старании Xiaomi, она не сможет тягаться с ним по качеству в полной мере. И поэтому, мне кажется, что с ценой они очень-очень серьезно перегнули. Если там качество видео будет на уровне и прошлого поколения, и просто будет прирост в разрешении, эта камера просто-напросто нафиг никому не нужна. Вот такие вот печальные новости. Но, смотрите нашу рубрику про скидочки. И если мы как-нибудь запалим, что эта камера будет стоить там... Не 184, а 182. Это же повод купить. А что с... Ага, да. То что, очень даже можно призадуматься будет. Шутка, конечно. Ну, вообще, смотрите, это была не шутка. Но... Мы будем надеяться, что цена упадет там хотя бы до сотни. И тогда эта камера сможет конкурировать, например, со всеми. Firefly 6S, который тоже умеет писать 4K. И вот тогда, как бы, смысл к покупке будет. Потому что Xiaomi кошерно тем, что у них софт всегда отлаженный, работает нормально. Ты камеру поставил, врубил, она пишет. С Firefly, к сожалению, такой радости нет. Качество видео у него заметно лучше, чем на E. Я не могу с... И мы на него и пишем, кстати. И мы на него, кстати, сейчас и пишем. Как она основную. Вот, но тем не менее, софт там настолько глючной, что за голову берешься. Вот такие вот пироги. Ну и, наверное, с новостями уже покончено. Да, совершенно верно. И мы переходим к нашей самой лаконичной, краткой и емкой рубрике под названием «Вопросы на ответы». Ответы на вопросы. Напоминаю, что перед каждой из... Перед стартом записи флога мы в наши социальные сети, именно ВКонтакте и Фейсбук, пишем объявление о том, что запись началась. Задавайте ваши вопросы. Так что, если вы хотите мониторить процесс записи флога, вступайте в нашу группу ВКонтакте и вы будете о всем знать первыми. Или на Фейсбук. Ссылочки на все наши социальные сети есть в описании этого ролика. Но начинаем мы с ответов на вопросы под предыдущей записью флога. Правильно? Да. Дмитрий Леонидович, у вас открыто? Да, я могу начать. Могете. Начинайте. Так, Дмитрий Фелпс пишет. Начнем с того, что Xiaomi исправляет свои косяки неверно. На новых устройствах, топовых, но потом кладут болт. Мипадом пользуюсь до сих пор. Android 4.4 тормозит YouTube и так далее и тому подобное. Дело в том, что Xiaomi очень часто, да, я не буду с этим спорить. В плане обновления до новой версии операционной системы у них, конечно, лажа полная. Они этим практически не занимаются на своих смартфонах. У меня был Mi 4 и он до сих пор работал на каком-то древнем андроиде, несмотря на то, что Mi 4C уже был на более свежем. Вот. И прошивки, которые обновляла бы до более новых, там не было. Но, тем не менее, если в прошивке есть косяки, они постоянно это дело фиксят. И очень многие проблемы, которые были у людей на первых версиях прошивок, они со временем куда-то сами по себе вместе с OTA обновлениями улетучиваются. И, в частности, Mi 4, как многие пользователи знают, он в первые месяцы после старта продаж никому нафиг был не нужен, просто потому, что он дико лагал на своей родной прошивке, на которой он вышел. Вот. А через год уже, как бы, эта проблема себя исчерпала. И когда я пользовался Mi 4 относительно недавно, он уже работал идеально. Едем дальше. Эльмирио спрашивает. Уважаемый эфирмком, если вдруг подвернется такая возможность, не могли бы вы сделать сравнительный тест Alcatel OneTouch Idol 3 vs Lenovo A7010? Маюсь, какой из них брать? Спасибо за ваш блог. Простите, возможности такой не будет. Дальше. Мистер Напалм 91 пишет. Даешь видос 360 про офис. Был 1 плюс 1 на 801 Snapdragon, наверное. Во время игры Wolf Amount US мог поджечь бумагу. Насчет того, к чему инфа про процессор, я не понял. Насчет офиса в 360 навряд ли. Но офис тур будет железно. Почему 360 навряд ли? Потому что у нас нет такой камеры. Это не главная проблема. Мы бы ее нашли. У Samsung можно попросить. Но это, ну, а как вы будете смотреть в 360? Это вот скроллить? Да. По-моему, это не то. Вот в VR смотреть в 360 ролики. О! Так там же ты, когда смартфоном в пространстве двигаешь, оно поворачивается. Ну, так правильно. Так ты, так будто бы... Здесь, видишь, так бошкой крутишь. Вот. Но все равно качество жестко падает. Ну, мы подумаем об этом. Качество 360 видео. Пока что находится на уровне говно. Максимум прикрытые салфеточки. Ну, то есть, не более. Вот. Ренат Тейипов спрашивает, где обзор iPhone SE? Я думаю, уже точно можно об этом говорить, потому что вряд ли это произойдет. Дмитрий Леонидович вдумал себе этот смартфон купить. Вот. И сделать на него обзор. Но мы сделали ремонт. Да не в ремонте. iPhone SE сейчас стоит 650 долларов. Еще сотню докинуть, которая по сравнению с 650 долларами уже не такая существенная. Можно купить 6S с таким же объемом памяти. Ну, то есть. Ну, это бред. Он сейчас продается по абсолютно неадекватной цене в Украине. Поэтому мы его не можем купить, а взять его не у кого. Потому что в магазинах, с которыми мы сотрудничаем, он либо отсутствует, либо они его не хотят давать. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное. 650 долларов? Да. А, ты, наверное, хочешь... На 64. Розовый же, правильно? Да какой роз? Сереж, а хватит меня с этим розовым покалом. Что ты себе выдумал, что я хочу розовый? Хорошо. Какой ты хочешь? Серый. Вот этот? Да. Так. Что у нас тут? 16 тысяч. Поделить на 25. Что мы получим? 16 раз, 2, 3. Поделить на 25 тысяч. Ты тысяч. 640. 10 баксов зажал у народа. Это во Львове. В Киеве дороже. Дальше. Дан Ра пишет. Первый флог был короче на 17 секунд. Мы за него очень рады. Спасибо за наблюдатель. Казначей, казначей. Спасибо за полноценный ответ. Не думал, что на мой вопрос ответить во флоге. Приятно. Мы отвечаем почти на все вопросы. Мы стараемся ответить на все адекватные вопросы. Аслан Гаджиев. Спасибо за сравнение Galaxy S7 и S6. Пожалуйста. Будут еще. Ну, этих двух, наверное, уже не будет между собой сравнение. Это было бы по меньшей мере странно. А так будут. Антон Калмыков. Долгоголовый в черном. На окне решетки не хватает. Спасибо. Спасибо. Теперь у нас есть ящики. Зе Егор Рей. Ура! Как часто флоги выходят. Раз в неделю. Теперь не часто. А вообще, да. Мы будем стараться. Мы по-любому возвернемся к старому темпу. Флог раз в неделю. Да. По-любому. Лагин ТМ пишет. Сделайте клип, наверное, видео, что у меня в телефоне. Нет, этого видео не будет. Там все скучно. Не скажите. Может быть и будет. Ну, если вы будете это смотреть, пишите в комментариях. Если вы будете смотреть, что у нас установлено на телефонах, мы об этом расскажем. Как минимум, я думаю, при всей скромности вашего покорного слуги, не у всех винда. И что на винде у меня установлено, возможно, кому-то будет интересно. У тебя там игры еще с времен Люми. А это что, по-твоему, Филлипс? Ой, 920 я имею в виду. Вот, что вот это тут делает? Это игры. А это, а это, а это, а это, а это, а это. А сто пятьсот приложений, которые я тупо не вынес на рабочий стол. Ну, у меня софта тоже, на самом деле, до хрена. Вот. Ну, на самом деле, его мало. Хорошо. Ладно, пишите об этом в комментах, хотите или нет. Корджой пишет, сделайте флог в виде стрима и вопросы в лайв принимайте. Мы как раз сегодня этот вопрос обсуждали. Возможно, когда-нибудь это произойдет. Если это будет, мы за неделю будем анонсировать сто пудово. Каждый день будем анонсировать. Каждый день. Вот по-любому. Вот в каждом. Чтобы вы все свои дела бросили и в три часа ночи по вашему локальному времени вы включили феррумком. Задали вопрос. Ребята, какого вы в три часа ночи делаете лайв? Дальше. Ему Драм-122 отвечает. Не все зрители будут сидеть именно в то время. Максимум 10 человек. А, тет, ванги мыслят параллельно. Запись все равно потом на канале будет. И тот как бы шаблон ломается. Зачем мы будем писать стрим, если вы будете смотреть его в оффлайне? Далее Магнус у нас спрашивает. Какой, по вашему мнению, лучший 5-дюймовый смартфон до 300 долларов? На примете только OnePlus X и Mi 4C. Есть ли альтернативы? Дальше ему Николай отвечает, что Lumia 930 еще альтернатива. Нормальная альтернатива Lumia 930, если вас она устраивает... Там винда. Да, на секундочку. Также есть Mi 4, также есть Redmi 3, Redmi 3 и Redmi 3 Pro. Redmi 3 Pro, Mi 4s и свежего более-менее, наверное, все. Ну и из А-брендов 5 сек. А пока Сережа делает 5 сек, я почитаю дальше. Будут ли обзоры на колонки от Xiaomi, знакомы ли вы с компанией Blitzwolf? О компании Blitzwolf я чего-то слышал, что это не помню, лично не знаком. Будут ли обзоры на колонки от Xiaomi, зависит от того, будут ли они к нам попадать. Если вдруг кто через нас их купит, то будут, а специально мы их покупать не будем, потому что, ну, не знаю, не профиль это наш. А еще от А-брендов есть прекрасный Samsung Galaxy A3, который реально бомба. Вот до 500, до 300 баксов от А-бренда. От А-бренда это персик. Отвечаю. Дальше. Николай пишет. Флок просто класс. У меня вопрос, если смартфон ЗУК сломается, его можно отдать в официальный сервис Lenovo для ремонта или, как в случае с Xiaomi Meizu, нужно покупать детали в интернете или отправлять смартфон в Китай. Еще вопрос к Дмитрию. Как ведет себя ЗУК на длительную дистанцию? Не сильно лагает, обновления часто приходят, интересуюсь этим вопросом, так как часто очень понравился ЗУК Z2 Pro, говорят, что камера экрана у него Samsung D, а остальные параметры мне по душе. Короче, если ЗУК сломается, то, скорее всего, вы пойдете на радиорынок и будете там его ремонтировать. Официальный сервисный центр его точно не примет, вот, тем более, что ЗУК это типа региональный бренд, который только для Китая актуален в Украине, он официально не продается. Не знаю, в России вроде продается, но он там и официальный наверняка дороже. Вот, как ведет себя ЗУК при длительном использовании? Как показала практика, как и все андроиды, со временем он начинает понемногу тупить. Вот, но обновления приходят не очень часто, последнее время не приходит вообще, но последняя прошивка, она относительно стабильная. Там есть некоторые глюки, например, при стандартном плеере, при разблокировке смартфона резко повышается громкость. На одну позицию я не понимаю, почему, я не знаю, как это пофиксить. На форумах там что-то было, но это через рут все решается. Я уже один раз рут себе ставил, потом его снес. Ну, короче, фигня это все. Можно смириться, поставить кастомный плеер и все будет хорошо. Поэтому ЗУК, в принципе, брать можно. Меня тоже очень заинтересован тем, каким получится Z2 Pro. Если мне опять захочется купить себе Android, возможно, это будет именно он. Едем дальше. Дальше у нас спрашивает... У тебя спрашивает. Артур Синельник, Сережа Кааа... Какое полное название твоего компьютера, Сережа? Да. Когда же Сережа сходит к логопеду? А никогда, у него времени нет. Да. Итак, мой компьютер называется Apple MacBook Pro Retina Display, в скобках MGXC2. Вот так вот он называется. Это стоковая комплектация, без... Ну, то есть... Модификация, не комплектация. Он же спрашивает, будет ли у нас обзор на ЗУК Z2 Pro. Скорее всего, да. На Мейзо М3, ну, точно да. Да. Андрей ДФГ пишет. Ура, Бивис и Батхет вернулись. Ребята, черный цвет во мне идет, одевайтесь, как раньше, понаряднее. Да. Фигня. Окей. Андрей Борисенко. Ха, последний вопрос за мной. Последний нах. Окей. Сергей Брагин. По поводу Xiaomi возможной подделки. А так, я лично продукцию покупаю второй год. И косяков пока не было, в частности, смартфоны. Ребята, спасибо за флок, так держать. Окей. Хорошо. Зашибись. Я не знаю, просто еще что ответить. Хорошо. Ну, как бы, я лично тоже продуктами Xiaomi доволен. У меня охренеть длительного опыта использования их нет. Но есть просто большой. Я вот месяца полтора отходил с Mi 5. И у меня вот впечатление от него меняется вот так вот волной. То хорошо, то очень плохо. То хорошо, то очень плохо. Потому что сперва он меня бесил тем, что, оу, долбаные рамки. Тем, что он весь такой стеклянный, я за него боялся. Потом, как бы, я посмотрел, камера фоткает классно. Потом производительность божественная. Это, если вы не поняли, это я снизу вверх иду. А потом вниз, потому что качество видео при неидеальных, и даже при не очень идеальных условиях съемки, как оказалось, не на 5. Не на 5. Конкурс, кстати, розыгрыш призов, вступление и финал, там, где было мое лицо, вот, мы снимали на Mi 5. Да. Вот. И мы нежные. То есть я его уронил, я этого не скрываю. Но он такой побитый. И вроде бы его битой махали. Ну, короче, это неплохой вендор неплохих телефонов. Но панацеи нет. Вот у меня есть тоже большой опыт использования Xiaomi Redmi Note 2. И вот он меня за свои деньги радовал полностью. Вот. Поэтому нет красавиц без изъяна. Их наушников, и меня тоже, в общем-то, по качеству все в них устраивает. Вот. Вадим пишет. Мне кажется, или худой постоянно косит под толстого. Сам ты под толстого постоянно косишь. Едем дальше. То есть я толстый? Я не знаю, под какого толстого. Да, 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 да. Так, ну мы начинаем. Ален Хакобян. 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 Простите. Что лучше? Windows 10 или Linux? Это вопрос к Диме. Духовность? Аббс духовность. Linux нет. До побачения. Вы будете колупаться неделю для того, чтобы просто привести свой компьютер в рабочее состояние. Винду можно накатать до состояния сидишь, работаешь за полчаса. Linux это для людей, которые в этой теме очень хорошо шарят, это все понимают, ковыряются там, знают, как эти файлы исправлять, как там все настраивать. Ну, короче, это не для масс. Вот. Дальше он же пишет, почему нет обзоров на Meizu. Обзоры на Meizu есть. Михайло Квасницкий. Ребята, а где донат на Paypal'е? Так и быть, откажусь от пары чашек кофе. Нету, наверное, у нас доната на Paypal'е, да? Для него, он же хочет чашки кофе. Он хочет, чтобы его донатили. Или я не понял? Нихуя не понял. Вообще, я не понял. Человек спрашивает, дай ему палку, чтобы он тебе скинул дохуя. Ну, нету у нас доната. Дальше. Дальше. Михайло Квасницкий. Ребята, а где ваш донат на Paypal'е? Так и быть, откажусь от пары чашек кофе. Спасибо заранее. У нас нет пока доната на Paypal'е. В описании ролика. В описании всех наших роликов есть донат на WebMoney и Privacy. В разных валютах. Дальше он же пишет. Не забывайте, вас люди... Люди. Пиздец, блядь. Я ненавижу себя нахуй. Так пиздеть криво. Это пиздец. Дальше. Михайло Квасницкий пишет. Ребята, а где ваш донат на Paypal'е? Так и быть, откажусь от пары чашек кофе. На Paypal'е у нас пока нет. Зато у нас есть на WebMoney и на Privacy. В разных валютах. Все это дело есть в описании наших роликов. Дальше он же пишет. Не забывайте, вас люди смотрят и в Европе. Это насчет Paypal. Окей. И опять он пишет. Ребята, черные обои в Super Amoled'е это миф. Вы же когда разблокируете смарт, не смотрите на главный экран. А каждое приложение имеет свой цвет. В основном это белый. Если миф о том, если вы имеете ввиду, что черный на Amoled'е действительно черный, это миф, нет. Нет. Он черный, реально. Потому что это пиксели, просто диоды не светятся. И за счет этого они не тратят энергию. Поэтому да, вы будете все равно тратить энергию, потому что приложение действительно белое. Но вы будете тратить ее меньше, потому что основное поле на вашем главном экране будет темным. Дальше он же говорит. А насчет посылок с Европы все очень просто. Находите человека в Европе и он вам высылает нашими бусиками, которые за 2 копейки сделают доставку. Если это вы о том, что мы упоминали о том, что мы хотим купить микрофон, то мы его хотели купить в Америке. А что мы хотели купить в Европе, я реально даже не помню. Но за мысль спасибо. Дальше опять-таки Михаил Квасницкий пишет. Ребята, а почему бы вам не договориться с продавцами и делать акции для групповых покупок? Все очень просто. На это надо до хрена времени, которого у нас нет. Во-первых, продавцы не хотят договариваться. Мы пытались договариваться по поводу бесплатной быстрой доставки. Что мы сделаем обзор и там будет только ваша ссылка. И на вас будет трафик. И им вообще на это насрать, если честно. А по поводу групповых покупок, наш народ очень интересный. Они постоянно что-то хотят. Вот я хочу через вас купить, например, Xiaomi Mi 5. А как суть до дела, ой, у меня денег нет. Или ой, я передумал. И поэтому групповых покупок, это нереально. Вот, этого не произойдет. Дальше Игорь Кубаченко пишет. И снова вопрос про Mi 5. Есть новость про то, что он очень легко ломается. Но не ясно. Касается это только двух младших моделей или старшей с керамической крышкой тоже. Дальше читать не будем, потому что, как уже известно, модификации с керамической крышкой не будет. Там версия будет со стеклом тоже. Да. И еще. Есть ли смысл ждать, пока Mi 5 Pro упадет в цене хотя бы на 2-3 тысячи гривен? Блин. Или взять что-то другое, что бы вы посоветовали. Дмитрий Илья Ильич, у меня с разговариванием... С разговариванием сегодня все очень плохо. Вы бы что-то посоветовали человеку. Прошка это и так самый бюджетный смартфон с такими характеристиками и таким объемом памяти. Но он не может упасть на 2-3 тысячи гривен в ближайшее время. И что-то другое за... Ле Эко. Ле Эко что-то там, тоже на 820-м сны. Ле Эко стоит, по-моему, на крапаль дешевле. По-моему, я не упраждаю. Ле Эко 2-3 тысячи гривен это 100 долларов, Сереж. Оно же не за 200 баксов продается. У нас нет предложений. Двигаемся дальше. The Weidos84 пишет. Ребята, если Apple вам за рекламу не платят, закройте ваши огрызки чем-то. Нет. Нам нравятся наши огрызки. Если нам не платят ребята из древообрабатывающего комбината номер 14, почему нам закрывать эти прекрасные ящики тряпкой? Нам, например, я не знаю, Lenovo не платит за обзоры. Так что мне теперь... А Nokia вообще больше нет. Да. Так что нам теперь это все дело закрывать? Ну, не знаю. Юра Маренков пишет. Красавцы, так держать. Спасибо. Дальше. Артем Алексеев. Hey, guys. Какое дело взять в 2016 с переделом? С пределом. 6К наших родных гривен. Ты теперь читаешь. Может, и БУ тоже. Вот, думаю, Samsung S5 взять. Пока лучших претендентов за эти деньги не нашел. Если вы хотите брать в Украине и ориентируетесь на бренды, то, в общем-то, S5 это очень-очень даже неплохой вариант. Если вы смотрите что-то там в Китае, то 6К это у нас что? Это где-то 250 долларов. За эти деньги, по-моему... 250-300. Ну... 250-300, как мы уже говорили, можно взять, например, Mi 4C, OnePlus, One точно можно. Galaxy A3 2016. Ну, короче, много есть вариантов. Но если вы хотите получить максимум за свои деньги, то я бы рекомендовал посмотреть в сторону крутых китайцев. Типа Meizu, Xiaomi, OnePlus. Вот. И за эти деньги явно что-то поинтереснее, чем S5. Андрей... А, я же больше не читаю вопросы. Давай. Андрей Кравченко пишет. Ребята, мне кажется, что нужно выставить правильный баланс белого на основной камере. Уж очень все желто-зеленое. Спасибо за ваш труд. Да, действительно, ББ у нас иногда козачит, но мы стараемся как-то это все выравнивать. И очень часто ББ настраиваем в ручном режиме. Вот. Вот такие пироги. Ты не останавливайся, значит. 122 отвечает. Впечатление, будто контровой свет неправильно выставлен. Контрового света у нас... А, он был, кстати. Он был в последнем нашем влоге. У нас HDR-ные шторы были. Мы не могли выставить контровой свет не так, потому что это солнышко. Его как бы никуда не денешь. Вот. Зарейко 3000 пишет. Поздравляю с переездом. Спасибо за влог. Спасибо за ваше поздравление. Андрей Герт. Я о том и писал, что лучше быть честным с не таким огромным количеством подписчиков, чем иметь миллион, но при этом стать совершенно бесполезным. Я уже тоже приобретаю. Вот. Вы меня правильно поняли. Это была именно похвала. Спасибо вам большое. Сережа, продолжай. Ольга, при... Перепишем. Продолжай читать. Че будуть обзоры на наушники Green Wave? Будут ли обзоры на наушники Green Wave? Нет, я не знаю, что это. Если вдруг нам не напишут ребята из Green Wave, они предложат свои наушники. Очень маловероятно. DRAM 122. О, сделайте обзор, сравнение лучших и не только сторон iOS. Да. Or Macintosh. Не знаю, что на ноутах. И ПК от Apple. Mac OS X она называется. Да. И Windows. Чтобы дать четкое понятие людям, вот я, к примеру, ни разу вживую не имел дела с ПК или ноутами этой компании. Есть лишь одна причина, по которой мне это не нравится. Сравнение Android и iOS, сравнение Windows и Mac OS, сравнение там... Хрен его знает, с хрен его знает чем. В смысле, когда сталкиваются два разных мира. Это всегда холивар и это такая попса, когда набегает куча всяких тупорылых идиотов, которые начинают доказывать. Эх, вы там Закройте свои Пип Пожалуйста Точка И вот друг на друга Я это ненавижу Может быть, но это очень маловероятно Тем более адекватное сравнение сделать сложно Извиняю, что я перебил Потому что я, например, винду на свой прекрасный компьютер Ставить никогда не буду Я не идет что-то Параллель, так извини Это надстройка Это виртуальная машина Это не сносить Mac И устанавливать это А не надо сносить, у меня на iMac было и винда И Mac OS Ну в бане вот этим заниматься Короче Вот, и поэтому адекватное сравнение Производительности устройств На этих разных операционках Сделать практически нереально Но в всяком случае я этим страдать не готов Станислав Костяной Пишет, здравствуйте Какой смартфон по вашему мнению лучше Highscreen Power 5 или Xiaomi Redmi 3 Pro Заранее спасибо Xiaomi Redmi 3 Pro Потому что мы хрен его знаем, что такое Highscreen Power 5 А те хайскрины, которые мы знаем Это было то, что мы не говорим В основной части Да, то, что попадает в бэкстейдж Стоит ли брать Meizu MX5 В 2016 году? Стоит Их бин я я Очень даже Это, собственно, спрашивает Носочек 228 И он же спрашивает Когда Xiaomi Официально будет продаваться В России и Украине В Украине оно уже официально продается Там есть официальный дистрибьютор Один Нет Официальный дистрибьютор И, по-моему, и розетка в частности А магазин у них официальный Один Xiaomi Они являются официальным представителем бренда в Украине С сервисом и Ну хорошо Данра Здравствуйте Скажите, пожалуйста Стоит ли покупать сейчас Nexus 5 2013 года Или что-нибудь поновее Что-нибудь поновее Если вы хотите себе Nexus и компактный Есть 5X Это почти те же яйца Только в профиле Там более свежее железо Да, только он дороже Раз в 500 Ну таки что? Ну таки тоже Ты получаешь адекватный телефон компактных размеров Который сохранит актуальность длительное время То есть, как бы, зачем жалеть на это деньги Если покупая пятерку, ты получишь условно телефон Который в тыкву превратится через месяц Почему? Почему он превратится в тыкву? Потому что там 800-ый снэп И тут 800-ый снэп Тут винда Тут винда? А не винда! Тут винда! Вот А там Android, хоть и официальный Пусть будет так Так, вопросы стоп Вконтакте Мы ответили на все вопросы Под предыдущим роликом на YouTube И теперь мы отвечаем на ролики из социальных сетей То есть, в Facebook и Вконтакте Как обычно, в Facebook никому ни хрена не надо И поэтому мы отвечаем на вопросы из Вконтакте Итак, первый вопрос задал друг ваш И он звучит так Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу HTC 10 И HTC 10 нормальный, наверное, в теории может быть Но очень навряд ли хрен его знает Толковый может быть Наверное, опять-таки телефон Но он начал... Скорее всего, точно это можно сказать 100% Он слишком дорогой для своей нормальности Потому что вышел он слишком поздно И вообще компания HTC не дружит с адекватным ценообразованием Будет ли у нас на него обзор Очень маловероятно Потому что ни один телефон от HTC после HTC One X у нас нормально Не посмотрели Мы не хотим тратить время на то, что и нам, откровенно говоря, неприятно И то, что вы в результате еще и смотреть не будете Влад Борисов спрашивает Когда будет обзор офиса? Скоро Нет, ну ты скажи человеку, что через месяц Потому что не раньше Через месяц, скорее всего, это будет Сначала будет длинное видео о том, как мы это все делали Влад Борисов пишет Понравился ли вам ZOOC Z2 Pro и будет ли он популярнее Mi 5? Будет ли популярнее Mi 5? Вряд ли, потому что сила бренда не кокучая Пока что понравился Да, понравился Опять-таки ваш друг спрашивает Он конкурент Самсунгу топ? Это, наверное, в продолжении HTC 10 Он не конкурент Да, потому что вышел свой нячий голос Все, кто хотели себе флагманы этого года Купили себе Samsung Galaxy S7 Или Mi 5 Да, все, у кого нет денег Купили себе Mi 5 Все, кто хотит новых ощущений Купили себе LG G5 Вот, и теперь выходит HTC А денег-то ни у кого нет Вот И поэтому вряд ли он будет конкурентом По продажам Это точно Александр Астаев спрашивает Стоит ли менять Xiaomi Redmi Note 2 на Redmi Note 3 Pro Или лучше дождаться выхода четвертого Во втором ноуте не устраивает лишь скрип Скрип Скрипучий пластиковый корпус В Redmi Note 3 и Redmi Note 3 Pro Скрипучий полуметаллический корпус Поэтому, скорее всего, вас он тоже не устроит Очень многие пользователи реально жалуются На то, что смартфон скрипит У нас те, которые экземпляры были Но, во всяком случае, у меня Pro У меня она пока что не скрипит Я не знаю, как там будет, если активно пользоваться ей пару месяцев А вообще вы выиграете очень много в чем И в камере, и в процессоре Ну, только в автономности И в автономности Да, безумно Только нельзя будет подключить карточку памяти, правильно? Да И, как бы... А, и аккумулятор снять, да Да Влад Борисов, когда будут обзоры на природе? Скоро Погода пока не позволяет Последние две недели у нас ливни капец Каждый день И при том неадекватные Утром жарит солнце Невозможно на улице стоять А через полчаса ливень идет Ну, то есть... Франклин Клинтон пишет Какими телефонами вы пользуетесь И на сколько процентов вы довольны ими Мой основной телефон Lumia 930 Я им доволен В принципе, всецело Недавно перешил на десятку Меня активно убеждали на 4 ПДА Что теперь десяточка на 930 стабильная Капец Ни хрена подобного Там глючит Почта Почтовый клиент Для меня это очень важно И вот это вот меня бесит нереально Все остальное вполне себе ничего У меня ZOOC Z1 Я им доволен процентов на 90 Больше всего меня выносят в этом смартфоне его габариты Вот В общем-то При этом, когда Дима его покупал Ему говорят Дима, это лопата Нормально А я на него переходил с M2 Lumia В общем-то Главное, что я хотел получить Это чуть получше камеру Гораздо лучше автономность И в общем-то Большую производительность Поэтому Ты это и получил Ну да Сергей Сергей Резниченко Пытая Пытая Пачи у вас багато оглядев снятых в месте Бориспиль В яком месте вы зараз снимаете? А теперь прочитаем соответственно оригинал Видел у вас много обзоров снятых в Борисполе В каком городе вы сейчас снимаете? Я живу в городе Борисполь У нас офис в городе Борисполь Дима живет в городе Киев У нас офис в городе Борисполь Дима счастлив Да Вот Снимаю я Либо в офисе Либо где-то в Борисполе Вот А Дима то же самое То есть Либо в офисе Либо в Борисполе Либо в Киеве Но пока мы на природе Как бы пока не снимаем Вот Так что если вы хотите нас перестрелить с губстопом не надо дальше славные бури пишет ура 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 слава нет миша императору денис бердников славая императора я не славая миша миша императору дальше денис бердников если бы вам сказали сделать самый лучший смартфон каков бы он был камера экран так далее и тому подобное 5 дюймов дисплей full hd ips железо какое-нибудь чтобы быстро и не грелась и камера от айфона все то есть берем xiaomi mi 5 меняем в нем камеру на айфоновскую стекляшечку пластик место туда правильно и что еще и все и все ну в принципе я согласен и батарейку нормальную и съемную из картой памяти и все все и нормальную блин кнопку домой они эту рахитную и без рамок без рамок блин короче далек не 5 от идеала по нашему славные бури наконец-то флог наконец-то флог юра кореев что купить редми ноутри про или meizu m3 ноут видишь люди спрашивают скорее всего у нас будет сравнение поэтому мы вам не скажем и перед тем как дима сейчас начнет читать следующий вопрос я хочу под конец этого прекрасного выпуска пожелать всем приятного аппетита хорошего настроения хорошей погоды за окном стабильного курса доллара и скажу что сейчас у нас 18 45 20 мая 2016 года информация прозвучала на правах рекламы лицензия номер 22 продолжать будете ли заказывать и тестировать новую экшен камеру от сяоми та которая 4к спрашивает спрашивает сергей пастушенко да скорее всего наверное возможно эта камера каким-то образом к нам попадет но покупать мы ее будем вряд ли потому что за 200 баксов немножечко нахрен оно надо да дальше илья белюков пишет буду рад если подскажете смарт по цене 25 30 тысяч чего тугриков фантиков обезьян и бананов руб с китаем все ясными 5 на 32 на что по поводу а брендов 30 тысяч рублей это где-то 10 косарей гривен насколько я понимаю 10 косарей гривен это ровно 400 долларов galaxy a5 может быть да galaxy a5 если это китай то как бы с ним уж с китаем все понятно понятно и все спит что прям надолго телефон ну опять и в принципе очень даже так ничего от htc за эти деньги не смотрите даже от lenovo если это вы считаете а брендом лучше взять китай до от huawei а надо брать китай вообще по-любому вот ну и как бы вот так g4 наверняка можно за такие бабки взять очень даже может быть lg g4 вполне себе ничего с 5 точно влазит с 3 точно влазит с 4 а если с 2 возьмете то себе бабушки и уму то вообще а если с 1 брать то вы странный человек артем баранов когда толстяк похудеет дима толстяк похудеет обязательно толстяк вот прям по-любому похудеет вот борисов ответил что что фамилия у артема баранова правильная похудеем дальше евгений не жидаев добрый день ребята не думали ли вы расширить круг обзоров добавивши новую хоббийную тематику сейчас это начинает развиваться нет игрушки на радиоуправлении мы обозревать не будем максим соболь пишет когда обзор на лазерный гравер да он будет обязательно обзор уже давным-давно написан у меня не хватает реально времени его снять алексей шкуренко стоит ли покупать к 3 0 линова к 3 ноут ближайшее время актуален ли смартфон в нынешнее время тем более с учетом что цена него приятно снизилась цена на него снизилась очень приятно если вы прям претесь от этого телефона надо брать но есть ли что-то лучше да а вот за такие ли деньги хороший что бачить за 100 бачей в принципе это очень даже неплохой телефон единственный вопрос 2 гигабайта озву и будет ли на него 6 android я бы в этого греба этого зова да нуки хорошо не будет шестого андроида никогда уверен что буду дальше глеб гридневский кому из вас принадлежала идея создания канала и что вас на это натолкнуло меня на это натолкнуло то что есть ресурс из которого мы читаем новости эти силой куда я хотел устроиться на работу но штат у них не резиновый я был там блогером блогером платным то есть я еще и статьи писал но меня это задолбало я решил сделать что-то свое потому как работал я не покладая рук а нахрен никому не надо был бы был просто без бы кто вы по образованию чем занимались до того как канал стал вашей полноценной работой я экономист кибернетик работал экономистом потом работал как господи контент-менеджером да на сайте интернет-магазина вуки ком юэй который на данный момент является нашим партнером и частенько предоставляет технику и аксессуары к смартфонам samsung а мы были инженером автоматчиком химических производств перед тем как феррум стал моей полноценная работа я на тот момент еще учился вот я уже научился и в общем то как-то все заработал таким последним ты умалчивал ты специально об этом умалчивал прости отдельное спасибо дмитрию леонидовичу за обзор сего мира внутри про но у меня тут ряд он у меня тут рядышком лежит пожалуйста дальше давай ты ален хакабян спрашивает что лучше windows или linux этот вопрос по моему мы уже где-то видели мы отвечали на него дальше он спрашивает как вам google ай о насколько я понимаю на либо щас проходит прошло прожимы и смотрели на откровенно мы вот тут от болели евгений олейник есть ли существенная разница в производительности процессоров а и 5 и 7 на ноутбуках так как разница в цене составляет столько то есть ли смысл переплаты ай 3 и 7 до ай 3 и ай 5 даже я как человек который нифига толком то не смыслит в ноутбуках ну смыслит но не так много как хотелось бы могу сказать что и и ай 5 имеет 500 тысяч поколений и 500 тысяч модификаций и основное их отличие существ для меня в том что ай 3 по моему четырех ядерных не бывает а вот ай 5 по моему бывает они и частота у них там как меняется и производительность тоже опять от ай 3 от какого-то там силюка они отличаются объемом силюка селерона так вы говорите селерона хорошо ай 5 от ай 3 от ай 7 от селерона они отличаются главным образом объемом кэша и количеством этого кэша насколько я знаю там разных уровней они бывают вот и в некоторых они присутствуют в большом объеме в некоторых в меньшем вот этот кэш это память очень быстрая просто до офигевания которая очень сильно влияет на производительной системы поэтому до переплачивать за опять если бабки есть стоит тимофей кулемин спрашивает подскажите пожалуйста вставные наушники за 15 долларов заказывать планирую с гербест или алиэкспресс сяоми ми кванти и сяоми крестон 3 дима пользуется ми кванти я пользуюсь кис крестонами вы довольны своими кванти я как человек не такой придирчивый качеству все ну прям ковно я слушать тоже не буду но по моему опыту пистонов вот если вы прям гурман наверное лучше чуть-чуть переплатить сколько они там стоят на 2 доллара дороже 17 баксов и взять конечно ми кванти кстати на гербесте они стоят дешевле чем на али по моему ими кванти и пистоны и у нас кстати есть обзор и того и того и того и того и на гербесте если вы будете там вероятность получить подделку она нулевая на али к сожалению полива продается сплошь и рядом артем мужелевский пишет сколько времени у вас занимает полная подготовка видео съемка монтаж залив если не рвать попу в клочья вообще не рвать дня 4 рвать полтора полтора два вот а если учитывать написание сценария то это плюс еще день плюс опыт использования это еще несколько дней но в среднем тестирование от а до я то есть от получения на руки до заливки видео на youtube занимает где-то неделю может чуть больше вот и тут опять-таки берите во внимание то что мы в отличие наверное от всех наших конкурентов которые не просто блогеры мы работаем по сути в одиночку дима работает я ему не помогаю ну и не мешаю и наоборот вот поэтому вот так вот вроде бы как не быстро но в итоге мы получаем сразу два видоса они один на этом у нас вопросы из контакте закончились на вопросы из youtube мы ответили по всем нашим рубрикам флоге мы прошлись на этом мы будем прощаться мы желаем вам приятного аппетита хорошего настроения доброго утра спокойной ночи и продуктивного рабочего дня веселых выходных в зависимости от того когда вы будете смотреть это видео и так далее хорошая погода за окном стабильного курса доллара и евро и и вашей национальной валюты стабильно хорошего курса да и пусть у вас все будет хорошо на этом у нас все с вами были дмитрий луценко всем спасибо за просмотр пока